Приморская спартакиада Инваспорт – это почти как паралимпийские игры. Во всяком случае, спортсмены здесь встречаются максимально подготовленные и с самым серьезным настроем. Да и масштабы тут всегда приличные. Ежегодные соревнования среди людей с ограниченными возможностями в этот раз собрали 26 команд со всех уголков Приморья. А это около 300 человек. Данное мероприятие, ну не только данное, а вообще соревнования среди людей с ограниченными возможностями, нужно проводить и в основном для того, чтобы не были забыты, не были потеряны в жизни. Я не сокланируюсь перед теми людьми, которые, несмотря на заболевания, стараются заняться любимым видом спорта. Ну, молодцы. На протяжении пяти дней участники спартакиады Инваспорт состязались в нескольких видах спорта. От легкой атлетики и дартса до настольного тенниса и шахмат. Например, одной из самых популярных дисциплин ежегодно становится плавание. Свою невероятную силу духа инвалиды показывали сразу в трех видах – кролем, на спине и брасом. Многих плавание на таких состязаниях в прямом смысле слова ставит на ноги. Когда я первый день приехал на бассейн, и, знаете, на самом деле, ну, ты боишься глубины, то есть одевал специальные какие-то защитные там, сюда что-то одевали, жилет одевали, на спину привязывали, чтобы не тонуть. Вот. А в один прекрасный момент я просто снял с себя все вот эти корсеты и попросил. Ну, и сказал с тем, что как будет, так будет. Многие виды спорта собирают участников с различными заболеваниями и травмами. В настольном теннисе, например, за одним столом могут встречаться люди с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсмены с ампутациями. Марс Бэйлиев безо всяких стеснений проводит партию за партией. Без руки здесь особо тяжело, но приноровился, и теперь посвящает этому виду спорта почти все свое свободное время. Ну, я, наверное, буду не первым, кто скажет, что люди с ограниченными возможностями, это люди безграничные возможности, которые имеют, которые имеют безграничные возможности. Самое главное – это сила духа. В этом виде спорта, как бы, ну, можно сказать, совсем недавно, но уже достигли хороших результатов для Приморского края. Постоянно тренируемся, и все еще впереди, я так думаю. Итоги соревнований подводились не только в личном, но и в командном первенстве. Коллективный кубок за первое место выиграла команда Арсеньева. Второе место заняли уссурийцы, и на третьем месте оказались спортсмены города Артема. У призеров теперь будет шанс попасть в сборную края и поехать на всероссийские соревнования. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.